Смотри, уже 5 человек. Всем привет, ребята. Меня зовут Яна Беряева. Рядом со мной сидит Любомир Борода. Кто знает нас, скажите нам привет. Привет. Что происходит? Настя, привет. Вот как раз мы сегодня решили включить этот прямой эфир и рассказать, что происходит. Лучше показать. Наш семейный магазин Гуляева. Вообще, первое время, когда магазин открылся, люди проходили и думали, что это какой-то ни за что продаётся, какие-то строительные материалы, шпалеры, обои, да. Кто-то думал, что это цветочный магазин. Кто-то вообще проходил и думал, что это какой-то несусветный дорогой магазин и просто не хотел заходить, боялся. Проходили, проходило там 2-3 года и они говорят, мы всегда боялись идти. Боже, 3 года прошло, человек боялся зайти. Ну сколько зажатые люди, понимаешь? А сейчас, ну, конечно, заходят. Иногда будет больше, иногда меньше. Мои родители уже 20 лет в этой... Каких 20? 20 лет это было 6 лет назад, сейчас уже, наверное, 20... 26, 27, а то и 30 лет они уже занимаются в этой сфере производства одежды и всё, что с этим связано. И, как бы, я это всё видела с детства, я всё, я была у истоков этого всего. Я, я не знаю, с первого года своей жизни уже щупала кожу, уже там выдавала какие-то приколы, рассказывала о том, что классное сырьё и у нас есть уже какие-то такие устоявшиеся приколы семейные по поводу того, моего взросления во всём этом бизнесе производства одежды. Ну, мы вместе с мамой работаем, и вообще у нас семейный бизнес, ну, то есть папа занимается одним ответвлением, я одним, и мама третьим. Мы вместе с мамой создаём одежду, тут есть моя коллекция, есть которая, есть те модели, которые мама придумывает, есть, которые мы вместе придумаем. Рюкзаки, это чисто моё, рюкзаки, кошельки, там всё, что касается такой, волонтерейные движухи. А папа шьёт куртки, куртки, ребёнки. А вот это то, что мама делает и папа, оно не называется Яна Беляева? Нет. А как она называется? У мамы называется Власа. Бренд Власа. Короче, это долгая история, длинная, уходящая ещё её в молодые воды. У неё фамилия Власенко, была девичья, и все назвали её Власа. И в один прекрасный день папа решил сделать ей подарок и заказал бирку Власа. Он ездил в Турцию и заказал оттуда эту бирку. И так пошло Власа. Мы зарегистрировали, я ещё училась тогда в Киеве в университете. Моя соседка, которая графический дизайнер, нарисовала логотип. Ну и так мы сделали. Вообще первый бренд, который был, с которым мы занимались, это был бренд Власа Маны. А потом уже Яна Беляева появился. И он назывался тоже по-другому. Сначала бренд Яна Беляева назывался «Бай», Беляева – Яна, а буква посередине «Эй». Ну, кто-то считал, что это Беляева, Алена и Яна. Ну, потом я подумала, что… Ну, не я подумала, мне сказали, что мой бренд слишком… Ну, логотип слишком нагруженный. Я решила уйти от деталей. Ну, потому что он такой был… Куча… Куча… Навороченный, короче. И я решила просто оставить имя и фамилию. Понимаю, что это будет универсально. И вот так. Немножко у нас двери поделили. Короче, сейчас я тебе покажу… А это склад? Ну, да, это склад. На складе просто тоже число. Что покажешь? Я покажу тебе сейчас, где производство, что мы… где мы шьем. Они счастливы, что так получилось. Я не знаю, придумывали, они то, что я пойду по их стопам, или не думали они об этом. Но… Как-то совершенно не задумываясь, они взрастили во мне любовь к этому всему делу. И я начала это все вот… Как-то… Мне это все понравилось, мне это все закрутило, вся эта движуха. Я пошла в художественную школу. Получила образование легкое художественное. Как все дети, я ненавидела художественную школу. Я, конечно, везде пишу, что я ее обожала, но все равно я… раз через раз. Хотела, не хотела. И… Конечно, мне хотелось тусить, мне хотелось куражиться, бегать по улицам. Но… Я была… Я должна была учиться в художественной школе, все выполнять все задания, потому что я хороший, прирежный ребенок. И… не должна родителей своих расстраивать. Но это было раньше. Потом я пошла в училище, потом я пошла в университет. И, конечно, я мечтала о том, что я буду создавать одежду, о том, что когда-нибудь у меня будет показ на Украине, Fashion Week. Мечтала я в тот момент, когда я работала дрессером на всех этих показах, когда я видела эту движуху, как она создается. И, конечно же, я думаю, боже, как же это все, как же они это все могут, как у них это все получается. И когда я закончила университет, я вообще понятия не имела, как я буду этим всем заниматься. Вообще. Непонятно было, как я буду создавать эти коллекции. У меня было представление, ну, такое школьное, заученное, да, в университете, что вот это делается так, да, типа, и будет так. Но… на самом деле, все не так. Если у тебя нет денег, если у тебя нетерпение, если у тебя нет помощника, я не знаю, плеча, на который ты можешь опереться, если ты не чувствуешь себе силы, то даже не стоит начинать это все движуху. Привет. Здравствуйте. Ну, я немножко снимаю, я писаю. Вот, привет. Тут происходит все. Мы подаем… Здравствуйте. Девочки, я все стеснительные. Угу. Все суперспециалисты с вами, да. Умнички. Вот сейчас идите, как печалки трудятся. Ну, бренд, я набираю, продается вообще, вот, в Николаеве. Ну, основные продажи, наверное, скорее всего, в Николаеве, да. В Одессе продается хорошо, продается в Киеве. Ну, в Киеве я открыла небольшой офис, поэтому в Киеве, пока еще так, он работает всего полгода, но за эти полгода, ну, то есть я его открыла, потому что был спрос, люди просили, Ян, открой. Я открыла, ну, он так работает тоже не постоянно, лучше, хуже. Ну, основное здесь получается, вот в этом магазине? Ну, во-первых, я здесь нахожусь. Я здесь... Как много ты здесь находишься в день? В магазине? Да. В общем, прибежала-бежала в течение, ну, час может. На каждый день? Но все равно, я нахожусь здесь каждый день, я приезжаю, я сюда забегаю. Ну, бывает по-разному, бывает, что я нахожусь дольше, потому что тут производство находится, я здесь контролирую, просто сейчас, например, меня неактивно дергают. Вчера, там, заходили новые модели, со мной советуются, какие нитки подобрать, какую обработку использовать, там, давай померяем, там, крой. Ну, то есть, я постоянно нахожусь, я вовлечена в процесс. Я потихонечку, мелкими шажочками шла к своей цели, и каждое, каждое новое знакомство, каждая новая встреча, для меня, знаешь, я росла как человек, как личность, и, убираются постепенно какие-то страхи. Да, у меня их, конечно, сейчас, все равно очень много, все равно, ну, я работаю над собой, но все равно, как, я очень рада от нее, потому что, в какой-то период, да, там, я познакомилась с визажистом, там, Натальей Гончаренко, познакомилась с ней, там, еще, там, другая девочка, да, а потом, Наташа мне втянула, давай, вот, там, в Николаеве проходит, такое мероприятие, фэшн, фэшн события, да, South of Ukraine Fashion Week, конечно, длинное название, не знаю, зачем мне такое выбрали, но, это, как бы, стало таким, первым шагом, и, мне это все увлекло, мне это все понравилось, и, видимо, так должно было случиться, что я встретила там, дальше, людей, которые мне предложили, и украинский фэшн, меня потянули, и я совершенно не замечаю для себя, просто попадаю в это все движуху, фэшн мира, и уже, я уже шью, коллекции, я уже создаю, я уже, вот в свои вещи ты одеваешься, то, что ты шьешь сама? Да, одеваюсь, ну, у меня как-то 50 на 50, 50 процентов моих вещей, 50 процентов я покупаю, просто я очень сильно люблю покупать, вещи какие-то, есть ряд дизайнеров, которые я очень люблю, одежда которых мне очень нравится, и плюс мне нравится, я люблю смотреть обработки, щепать качество, есть к чему стремиться, поэтому, я всегда с удовольствием покупаю, ну, чаще всего, конечно, ту одежду, которую я покупаю, то, либо я не могу такую сама пошить, ну, либо она какая-то очень интересная, то есть, там какая-то идея в этой одежде, ну, вот как-то, как-то так. откуда берешь идеи свои, для одежды, как рождается? Слушай, оно как-то, занимается какие-то периоды в жизни, и, все как-то навеивает, одно другим, абсолютно по-разному бывает, бывает иногда, то есть, какое-то путешествие может на меня повлиять, иногда бывает какой-то период в жизни, да, например, то есть, там, все завязано, музыка, отношения людей, там, я в этих отношениях. Вообще, я, в принципе, человек, который много всего хочу, я хочу, круто выглядеть, там, я не знаю, хочу, купить себе квартиру, ну, там, я не знаю, ну, это, наверное, естественно для каждого человека. Ну, и вот, в один момент я захотела купить себе рюкзак, и, мне очень нравились рюкзаки, там, таких брендов, там, которые для меня на тот момент были, ну, просто неподъемными, неподъемными для меня, и, я не могла себе позволить попросить у родителей, деньги на, ну, такую мелочь как рюкзак, да, это всего лишь вещь, там, за две тысячи евро купить рюкзак, это, ну, кажется, мне кажется, не каждый человек понимает, что это, что есть смысл в таком вложении, поэтому я решила, что, так как у моего папы есть производство, которое производит сумки, я решила, что, это знак, мне нужно идти, и, нужно, заказывать этот рюкзак, злополучный, и делать его таким классным, чтобы мне не хотелось больше купить, никакие там, дорогущие рюкзаки, короче, так и вот я начала, я пошила себе один рюкзак, из золотого кожзама, лежал он там, кусок вообще такой уже, никто не хотел его брать, я говорю, блин, металлизированная фактура, кожзам, бомба, все, мне нужен этот рюкзак, я его пошила, потом прихожу, и дыкаю по-другому, какой херен рюкзак, давай мне шей, и я ей шью, а потом еще, еще одна приходит и говорит, класс, какой, какой рюкзак, давай еще меньше, вообще первым рюкзаком, который, первой моделью, которая, которая сделала, это стало, это был рюкзак, большой, вот сейчас он называется М, то есть это самый большой рюкзак, который меньше всего покупать, тогда, есть здесь, сейчас покажи, ну вот он, голубенький, или вот такой, он просто, я не знаю, не первый, какой-то цвет капучино, короче, для меня, барышни, метр, семьдесят пять, с ростом, такая модель, и такой размер, достаточно меняемый, то есть, он, он большой, но, он гармонично смотрится с моим ростом, то есть, он абсолютно нормально выглядит, я не смотрю, никакого-то перевеса, конечно, если оденет барышня, метр пятьдесят, и оденет такой рюкзак, то он будет волочиться ей там, по полу, и она будет, ну просто, не выглядеть нелепо, по мере того, как я работала, стали появляться спрос на какие-то другие модели. А у тебя был когда-нибудь такой момент, в жизни, когда ты хотела все вот это вот бросить, и заниматься чем-нибудь другим? Пффф, конечно. Постоянно. Бесконечно. Эти мысли посещают. Во-первых, очень часто бывают мысли, когда, думаешь, не дотягиваю что-то не так, не получается, зачем мне это, если я не могу сделать это так хорошо, как бы хотелось. Какой-то внутренний перфекционизм, знаешь, он давит. думаешь, блин, ну вот, хотелось бы, ну, к примеру, мощности производства, или какие-то, ну то есть, я упираюсь в какие-то моменты, я не могу через них перешагнуть, я не могу сделать. На сегодняшнем, вот сегодня, например, я не могу что-то сделать, да, а хочется. и появляются такие вот мысли, что зачем, если я не могу, как, вот это сложно, но потом я как-то беру себя в руки, понимаю, что нужно поработать над собой, поработать над тем, что получилось, и понимаю, что будет, не сейчас, но будет, все получится, и продолжаю делать. А я совсем забыла, до этого всего я шила барышки. Знаешь, как они называются? Бананки или как? Сумки-банки. Сумки-бананки. Ну, вообще, мне название ближе барышка. Ну, нормальная такая сумка для активных людей, таких, знаешь. Поясная сумка. Поясная сумка. И это первое, с чего я начинала, потому что я давала заказ, девочка, она работает у папы, ну, она шьет куртки, она вообще не шьет сумки, она говорит, слушай, посчитай к ней, давай, короче, попробуем пошить сумку. Пошишь мне сумку? На пояс. Опять же, таки себе хотела, потому что все, что шили на тот момент ребята вокруг, все эти сумки, поясные, которые шились, это сейчас их навалом, сейчас каждый второй шьет поясные сумки. Ну, какие хочешь, хочешь там серое, хочешь из ткани, хочешь из кожзама, хочешь с какой-то фурнитурой, с вышивками вручными, там, а тогда это было три, там, четыре человека, бренды, да, которые это все делали. И я начала шить, там, из кожи, и пони, там, с какой-то фурнитурой, с какими-то люверсами, с какими-то там, штуками. Ну, мне хотелось, меня все дотянуло, и я тянулась до какого-то, мне нравился Александр Вонах, там, ну, короче, такие бренды, которые, знаешь, делали, ну, именно, качество. Вот у вас, сухая, тут подсобное помещение, в котором стоит, вот тут, проклятичное оборудование, брусовочная машина стоит. А тут еще одно помещение, девчонки, поработают. Все девчонки сидели внизу, а у Кань. Здрасте. Здрасте. Видишь, по-моему, вот, смотри. Идет работа над новыми красавчиками, вот этот кусочек мини-рюкзака, который в дальнейшем превратится в готовый красивый рюкзак. Тут зарабатывала 50 гривен, ты шо, я так ликовала, это были мои деньги, первые заработаны мои, потому что, ну, как бы, я работала с мамой, например, да, я делала лекарства на тот момент, мы там что-то придумывали, что мы будем жить, но, как таковой зарплаты и своих денег у меня не было. Она все равно приходила, мама, дай денег, дай денег. Ну, знаешь, это не тот, ну, как человека, который, ну, это уже взрослый, растущий организм, уже взрослые, ну, как бы, у меня какие-то формируются уже идеи, цели жизни, да, а я не могу, мам, у меня денег своих нет. В чем дело? Ну, ну, вот, как бы, эти сумки первые, мы какие-то заработали деньги, я их там откладывала, а потом заказала этот рюкзак, и уже первые рюкзачки, которые шила там для девчонок своих, все там уже потихонечку, что там папе отдавали. Ну, люди начали просить, Яна сделай, Яна сделай поменьше, сделай поменьше, Яна сделала поменьше, а потом Яну попросили сделать еще поменьше, а потом, ну, так вышло, я не гений, я нормальный человек, живущий в Украине, и поэтому я, так сказать, впечатлившись зарубежными коллегами, решила сделать рюкзак мини-размера, который можно носить как сумку, как рюкзак. Я не хочу навешивать себе какие-то лавры и говорить о том, что я придумала мини-рюкзак, нет, я его не придумала, я подсмотрела, но фасон, модель уже как бы, уже разрабатывала я и уже выбирала то, чего бы я хотела. Ну, я работаю сейчас круглосуточно, ну, то есть, если я не сплю, то я всегда отвечу на сообщения, то есть, если приходит какое-то письмо на почту, я могу ответить мне рабочая, ну, то есть, у меня нет каких-то ограничений. Если мне нужно работать ночью, я буду работать ночью, если нужно работать там... На Бали? Да, на Мальдивах тоже буду работать. То есть, если ты едешь в отпуск, например, окупаешься, выползаешь из бассейна и отвечаешь на сообщения? Да. Ну, не говоришь, что извините, у меня в отпуске, я приеду с вами с Вами с Вами. Конечно. Ну, как же я так могу сказать? Конечно нет. Но благодаря тому, что у меня есть команда, которая мне помогает, благодаря этому, конечно, я сейчас могу себе позволить выйти в отпуск и понимать, что, например, если я не отвечу, то всегда ни один заказчик, ни один клиент не останется без ответа. Привет. 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 Конечно, мы поговорим на риканты. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал на наш канал. Разрубашечки смотрите в машину. Да? Может, как можно так вот? Да, может, когда я вартамках продаю. Красавица. Да. Они просто много знают меня из Диодрии. Так, что в ней были хорошо шоу. Я помню, что я не могу сказать. Конечно, у нас брошенная деталь, но это очень хорошо. Хорошо я покажу, это магазин концептуальной одежды freedom находится на олеге на 8 очень прикольные шмотки поэтому если вы в николаеве то обязательно придите и посмотрите в любом что-нибудь найдете для мамы типа мы там сделали модели летом или мамы сейчас актуальны там скилл осины на тот момент там со ставками кожи видова сделаем такую линию вот то что я вижу давай попробуем мы сделали маленькую линию я приехала в киев привезла все это а на тот момент я но я три года жила в общежитии в киеве а потом села квартиру себе на цене и я вы прям и прямо в этой квартире поставил себе такой рейликс наш точку с этой одежды повешал и и люди ко мне приходили мы домой покупали прямо из дома но такое конечно знаешь если уже рассуждать о том что твой дом да у него есть какая-то энергетика туда нежелательно запускать ну каких-то левых людей которые могут внести до какой-то негатив это было не супер ну но я была увлечена мне кайфово было я стала продавать папины сумки одежда потом немножко начала тоже сумки там какие-то свои модели тоже по чуть-чуть но я как бы и говорила чтобы мне хотелось и это там интерпретировали в то что что будет продаваться то что папа хотела ему как выпускали такие там совместные и продавала еще эти сумки а потом попала привез мне два ящика сумок и у меня просто по всему дому стояли сумки я жила среди кожаных сумок я ржала потому что эти кожаные сумки стояли везде не стояли на кухне на подоконнике они стояли на балконе они стояли по всей комнате вдоль вдоль комнаты но этот рюкзак не совсем крошечный потому что сейчас есть еще меньше но этот маленький рюкзак и можно носить как сумку как рюкзак круче это бестселлер это самый продаваемый рюкзак в моем ассортименте потому что у него есть двойная функция то есть он как рюкзак как сумка эти бретельки к нему накинул бежишь не обременяешь свои руки никаким грузом ну либо одеваешь его как но это кстати новая расцветка крутой вообще сделать какую-то монопродукты на рубашки например на рубашке океане они повседневные офисы ну они такие на грани smart скажу то есть они как бы их в принципе можно носить и офис до изнутри там если у тебя такой офис не требующие особо кита носите не банки работаешь ну хотя на самом деле не знаю 1960 гривен без скидки налетай что касается странички instagram и facebook я набираю в бакс то тут ориентир идет на всю краю то есть люди со всей украины заказывают и я действительно активно продвигаю эти соцсети и активно сотрудничаю с лидерами мнения для того чтобы соцсети были живыми активными и привлекаемыми то есть это как как бы рекламная площадка но эта рекламная площадка ну я стараюсь так делаю упор на качественные снимки на какие-то чтобы она продавала конечно в европе к примеру до социальные сети созданы инстаграм и фейсбук созданы для того чтобы перегидывать на сайт это просто имидж бренда он не продает у нас в украине крайне редко вот я не замечаю что все ориентируются на какие-то продажи все начинают с того что это имидж приходит к тому что все таки хотят продавать потому что еще ментально заказчики это я так понимаю ну и я как заказчик который требует она мне хотелось бы вкладывать деньги да какие-то соцсети хотелось бы чтобы они приводили продажи какие-то дополнительные потому что например у меня нет точки продажи оффлайн в днепропетровске в харькове в черниги черкасса то есть есть какие-то основные города которые там миллионники с которыми я работаю это они сейчас не все и они продают но я же не могу охватить все украины чтобы все в каждом городе был оффлайн магазин поэтому все таки мне хотелось бы для этого я и создаю инстаграм вообще вот до недавнего времени у меня не было сайта на котором продавалась продукция поэтому главный упор я делала на сетей ну сколько у тебя инстаграм аккаунтов ну если не считаем мой инстаграм аккаунт есть инстаграм аккаунт магазина николай в инстаграм аккаунт бренда я набираю офишу который называется я продаю там одежду и первую линию так скажем это одежда которая обычно было на подиум есть я набираю в бакс я когда я увидела что активно начали спрашивать направление сумок и рюкзаков что люди хотят чтобы больше ассортимента было именно этого представлена я решила увести на другую страницу и создать вот я набираю в бакс для того чтобы не рассеивать внимание чем дополнительную одежду и стала разочет и есть еще сейчас я набираю в мэн которая продаю на которые я продаю мужскую одежду но она новым я только вот миром и создала поэтому нет ну сколько кто занимается две страницы очень человек а я на меня набираю офишу и бакс идет любом это моя сошел медиа маркетинг партнерша и не знаю ли как просто какой-то момент я поняла что просто физически не вытягиваю не вытягиваю есть от все то количество работы которые необходима все-таки социальные сети они затягивают и отнимают кучу время небольшой ли тоже быть работал действительно качестве и так как я бы хотела то я взяла человека уже я сейчас так вот эти всегда stories я не знаю что не скажу смотрите кто ко мне пришел ведь их только мне пришел любомир борода привет всем привет как вы думаете что мы сегодня здесь делаем вот я принимаю сейчас от вас варианты ответа что я не уезжаю и она за этим не думала не как бы я думаю тем что я бы могла уехать ну сколько бы хотела не могу сейчас сказать открыт там салон в киеве я открыла офис есть киеве офис принципе нужно было бы уехать принципе можно было бы уехать я не знаю что меня останавливает возможно ближайшее время уеду ну я не делал из этого какого-то культа уеду или не уеду ну типа сейчас пока не определилась ну я могу я ну то есть я открыта к тому возможно уеду да хотела бы если нужно будет уеду ну типа нет нет ну скорее я думаю что скорее всего придет тот момент настанет день когда придется уехать просто когда я занимаюсь к примеру организация производства это занимать подбором материалов да отрисовываю коллекцию или придумываю какие-то новые модели общаюсь там у меня какие-то встречи да по работе или неважно просто просто жизнь то во все это время еще вести социальные сети мы просто не хватает не хватает меня но в основном инстаграм мне просто больше нравится сарам ну я честно сказать о фейсбук я недопонимаю как он работает ну я понимаю части да я как бы но я не хочу в это вникать потому что это это сложно я хочу от этого все оградиться и вообще все социальные сети они немножко отбирают энергию а хочется быть чистыми ну вообще мне всегда нравились машины я всегда представляла что у меня будет машина я представляю какая она будет я очень то очень хотела чтобы она у меня была у папы моего всегда дома что всегда хотела да да ежай я его уже замучила наверное этого дяди короче никогда мне не училась до просила папа ну подскажи мне научи меня водить автомобиль ну знаешь у всех там отцы такие они все расскажут все покажут спасали поездят могу я не буду тебя учить мне типа я не знаю от чего это было того что у него не было времени то что не хотел для того что действительно хотел чтобы я пришла к тому что я сама должна пойти на эти курсы сама всему научиться но когда я закончила университет приехала в киев опять же таки родители не поощряли меня никогда там слишком дорогими подарками да то например начать у меня не было автомобиля духовке тоже жила в киеве и было бы круто да и всего не было машин было бы удобнее я приехала мне всегда говорили что у тебя будет автомобиле когда будет острой необходимости ты сможешь его обслуживать ты сможешь его содержать для меня это тогда когда они мне это говорили LGD ну когда же будет эта возможность уже обслуживать уже содержать и как же как же у меня это получится а cache а-н είм до братеде и не понимаешь а сну обслуживается держать в месяц около 4000 гривен уходит на бензин примерно куртки смотреть тут еще целый ничего себе теперь немножко петре беляеве тоже этот мужчина а почему это делали это новые модели косуха это маленький размер 46 это тоже косуха это целый ряд очень много разного другого вот такая вот классическая косуха в замше вот такая еще есть косуха сейчас косухи да они опять в тренде вот такой бомбер моднейший в плане аксессуаров конечно аудитория максимально обширная потому что это дети которые покупают рюкзаки родители которые покупают детям рюкзаки школа пример это подрастающее поколение там начиная с 10 лет дети уже приходят с родителями говорит хочу рюкзак я набираю вы например да на то 10 лет ребенку и в то же время заходит такая себе девушка 50 лет знаешь и говорит блин вот там девушка 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 такая вот да заходили ты хочу рюкзак себе купить вот нужен мне классный стильный рюкзак удивительно но на самом деле вот такая вот моя команда это все все вот я юля менеджер и вот любая есть конечно девчонки да там я сотрудничаю с верой доверясь по она делает для меня контент мы с ней фоткаем но и не могу сказать что на моей команде да просто мы с ней но мы как бы с ней договариваемся как фриланс что ли есть на то есть от сезона к сезону я сотрудничаю там с ребятами которые примеру она они костенко что-то нет это приеда для коллекции для одежды патчи вот сейчас даша даша мачева дыр володые у нет всегда ним на тоже мы с ней создали сейчас вот как раз будет в скором времени выходить это линия с татуировкой все постоянно с кем-то сотрудничаю на него скажешь это моя команда потому что но это фриланс и сегодня дальше сотрудничать завтра сани послезавтра но это круто мне нравится какое-то новое линия у каждого дизайнера есть свое видение и постоянно какой-то активность какая-то какая-то качелька тут корейцы все вот или качки выйти на европейский рынок продавать европе америке хотелось бы расширить ассортимент делать его более насыщенным качественно это все на заказ или это где-то в магазинах тоже заказывают оптовые клиенты у нас они уже в магазинах продается а я уже да задорого продают а вы за дешево продаете у нас дома же цены вообще идеальные оптовые а вот я смотрю на себя я как бы первые ролики когда я делала мне было очень тяжело себя принять что я вообще что-то я на видео что я снимаю что это будет ну что-то будет порицать окружающие что не будут смеяться что еще здесь какое-то окружающими окружающее мнение очень меня волновало это все сша очень любят девочки вот эти все кисточки наши любимые вручную нарезать он такой очень деликатный мужской для такого мужчины вымурно прикольный я была с подругой значит мы были в монако сидим значит она мне показывает видео какой-то барышня которая у стены делать такие эротичные движения вот она просто эту стену понимаешь обминается в нее и этот алмаз и а песня ну просто я не знаю кто поет ее певица алиса мон кто это откуда она взялась и когда она вообще когда был пик ее карьеры включаю вот так и погромче музыку знаешь такого мы снимаем значит не то чтобы влог это маленький фильм а я не беляевой и как раз только что мы снимали это включили прямой эфир и хотели рассказать об этом всем и тут звонок от веры класс ну как бы это без претензий это на брат кайф я вот даже рада что позвонила ты хочешь мне сказать когда у нас будет съемка а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok